Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Нина Солдакова, я жительница поселка Листинничин, член Литературного объединения и возрождения и член Российского Союза писателей. Летом 2020 года, в самый разгар пандемии, мне из Барнаула, из типографии пришли книги. Книга называется «Не текут реки вспять». Но дело в том, что пандемия порушила все планы и наши с вами встречи не состоялись. Почему книга так названа? Дело в том, что по законам литературного жанра, книгу надо называть по первому рассказу. Все это зависит от желания автора. Этот рассказ мне нравится, поэтому я поставила его первым и назвала книгу «Не текут реки вспять». В этой книге 37 рассказов. О чем они? А эти рассказы? О простых житейских историях, как, например, рассказ «Бабушкина тайна». Есть рассказы с долей юмора, такие как обида. Одним словом, рассказы о жизнях и судьбах людей. С некоторыми рассказами вы уже смогли познакомиться в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. Я иногда размещаю на своей страничке в Одноклассниках небольшие рассказы. А ВКонтакте районный дворец культуры «Когда» создал творческий проект «Зимним вечером у Камина». В нем члены Литературного объединения «Возрождение», под руководством члена Российского Союза писателей Кривули Татьяны Николаевны и модератора дворца культуры Спериедоновой Татьяны, ведут рубрику, где авторы, члены Литературного объединения, сами читают свои произведения. Несколько рассказов удалось прочесть и мне. Но о чем эти рассказы? О чем рассказы, помещенные в этой книге? Да все мои рассказы о простых людях, о таких, как вы, как я. В основном я пишу о сельских жителях. Это моя излюбленная тема. Почему? Да потому что я до самого донышка знала их жизнь, зная, о чем думают, о чем мечтают сельские жители. Есть несколько рассказов и о людях, которые уехали в город, но деревенские корни не дают им оказаться настоящими горожанами. Так глубоко проросли они в душе. Меня часто спрашивают, где я беру темы для рассказов. Я вам так скажу. Все мои рассказы взяты из жизни. Это мое восприятие жизни, мои наблюдения. Это результат общения с людьми, сельскими жителями, которых я очень уважаю и люблю. Особенно любима тема – судьба женщины. Вот сколько я наблюдаю, слушаю, общаюсь с женщинами. И мне кажется, что о каждой женщине, особенно о деревенской, можно писать не маленький рассказ, а целый роман. Настолько интересный, удивительный и сложный судьбы наших женщин. Бывают и трагичные, бывают трудные, а вот счастливые судьбы бывают крайне редко. Есть в этой книге небольшой рассказ, который называется «Встречи в пути». Это мой разговор с женщинами в поезде. Обыкновенный, ничему не значащий разговор случайных попутчиков в поезде. Но каждая из женщин показала своё восприятие жизни, оценку жизни и своё отношение к ней. Я очень люблю разговаривать с людьми, слушаю их. Мои односельчане часто ищут. В героях моих рассказов знакомые прототипы. Уверяю вас, ни одного сходства не должно быть. Если оно есть, то случайно. К своим рассказам я подхожу очень критически. Некоторые рассказы мне откровенно нравятся. Нравится мне рассказ Катька о забавной собаке, которую её звали Катька. Нравится рассказ «Женское счастье», «Обида», «Водоворот». Ну, не каждый свой рассказ я могу считать шедевром. По сто раз перечитываю их уже даже, когда они в книге помещены. И всё равно нахожу изъянные, неудачные фразы. А ещё я люблю писать о нашей северной природе. Люблю писать о природе. У меня есть такие рассказы. Это «Груздочки», «За шишками», «Последняя рыбалка», «Водоворот», где описана наша удивительная природа. И отношения человека, и природы. Есть как бы простые рассказы, но в них заложен глубокий смысл. Вот рассказ «Преступление». В этом небольшом рассказе я хотела поднять тему воспитания, тему ювенальной юстиции. Вот сейчас я хотела бы прочесть вам небольшой отрывок из этого рассказа. Итак, рассказ называется «Преступление». Только родители любили и жалеют. Родился он семимесячным, таким маленьким и синим, что никто не верил, что он выживет. Одна бабушка Клава только и сказала, «Ишь, как титьку-то хватает, выживет». Два месяца допаривала она его на печке. Он набрал вес, стал громко орать, требуя титьку. Стал есть манную кашу, которую та варила для себя и правнука. И к году стал разовощенным крепышом. Отец гордился своим сыном. В меня пойдет. Никто не верил, что выживет. А он выжил. Наша порода, Ивантеевская. И дед у нас до девяносто трех лет прожил. И батька. Так он, как огурец и шо, А я и в армии на Камчатке служил. Туда ведь не каждого пошлет. Как же, считай край света, А меня вот взяли. Впрочем, сильно заниматься сыном ему было некогда. То посевная, то уборочная. И только выпив, начинал играть с ним. Устраивал с ним шумную возню, Но быстро уставал и шел спать. Матери тоже было некогда. Работа на ферме, Огород, домашние дела, Сварить, убрать, постирать. Проверить у старших урочей И то некогда. Так что воспитанием только Занималась баба Клава. Пока был маленький, У нее хватало силы Его поднимать, да штаны менять. А к трем годам Только стал такой озорник, Что не впереди Господь. То золу из печки с всего выгребет, Да по кухне раскидает, То в банке с молоком Чего ни попадя накидает, То на русскую печку залезет И еще смеется над старухой. И придумала баба Клава, Если ей надо отлучиться куда-то, На огород за луком, Или к соседке спичек попросить, Привяжет она, любиво, Правнука веревочкой к своей железной кровати за ногу, Пальцем погрузит, Сидит, самой спокойно, И в ногу безопасности. Родители в этом ничего страшного не видели. Для его же безопасности это делается. Ушла однажды баба Клава в курятник, Кур по корону, Только к ножке кровати привязала, А тут на грех учительница зашла. Увидела, сидит ребенок, Один-одинешенек, Игрушками играет, А его нога привязана к головке кровати. И завертелась. Милиция приехала, Офека полна составом. Ах-ах, насилие над ребенком, Преступление! Попыталась старая баба Клава Объяснить людям, Что делала она это, Исключительно из любви к правнуку, Потому что не может она уследить за ним. Ну а что дальше в этом рассказе случилось, И как с бабой Клавой и Столей какая история, Вы узнаете, когда возьмете в руку книгу «Не текут реки спять». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!